Цивилизация древнего шумера, ее внезапное появление произвели на человечество эффект, сопоставимый с ядерным взрывом. Глыба исторического знания разлеталась на сотни мелких фрагментов, и прошли годы, прежде чем этот монолит смогли скомпоновать по-новому. Шумеры, которых полторы сотни лет назад еще не существовало, дали человечеству столько, что многие до сих пор задаются вопросом, а были ли они на самом деле, и если были, почему растворились во тьме веков и безропотной с безропотной немотой. Об этом статья Игоря Родионова в журнале «Загадки. Истории» за 2014 год. До середины XIX века о шумерах никто ничего не знал. Те находки, которые впоследствии признали шумерскими, поначалу относили к иным периодам и другим культурам, и это не поддается объяснению. Богатая, хорошо организованная, мощная цивилизация настолько глубоко ушла в подполье, что это противоречило логике. Тем более, что достижение древнего шумера, как выяснилось, настолько впечатляющее, что скрыть их практически невозможно. Так же, как невозможно убрать из истории египетских фараонов, майские пирамиды, этрусские надгробия, иудейские древности. После того, как феномен шумерской цивилизации стал общепризнанным фактом, многие из исследователей признали их право на культурное первородство. Крупнейший эксперт по шумеру, профессор Сэмуэл Ной Крамер в одной из своих книг подвел итог этому появлению, объявив, что история начинается в шумере. Профессор не погрешил против истины. Он пересчитал количество предметов, право открытия которых принадлежит шумерам, и обнаружил, что их было не менее 39. И главное, каких предметов? Если бы кто-то из древних цивилизаций изобрел что-то одно, то, наверное, вошел бы в историю. А тут целых 39. И одно значительно и другое. Судите сами. Помимо первой системы письменности, шумеры передумали колесо, школу, двухпалатный парламент, историков. Что-то вроде газеты или журнала, которые историки называли альманах земледельца. Они первыми стали изучать космогонию и космологию, собрали сборник пословиц и афоризмов, ввели литературные дебаты. Первыми придумали деньги, налоги, издали законы, провели социальные реформы, изобрели медицину. Рецепты, по которым мы получаем лекарства в аптеках, тоже впервые появились в древнем шумере. Они же создали настоящего литературного героя, который в Библии получил имя Ной. А шумеры называли его Зиуцура. Впервые он появился в шумерском эпосе о Гильгамеше, задолго до того, как была создана Библия. Некоторые шумерские начинания до сих пор используются людьми и вызывают восхищение. Например, медицина имела очень высокий уровень. В Ниневии, одном из шумерских городов, обнаружили библиотеку, в которой имелся целый медицинский отдел, около тысячи глиняных табличек. Можете себе представить, сложнейшие медицинские процедуры описывались в специальных справочниках, в которых рассказывали о гигиенических правилах, об операциях, даже об удалении катаракты и применении спирта для дезинфекции при хирургических операциях. И все это происходило около 3500 года до нашей эры, то есть более 50 веков назад. Шумеры были бесстрашными путешественниками и выдающимися мореходами, построившими первые в мире суда. В одной из надписей, раскопанной в городе Лагаш, рассказывается о том, как ремонтировать суда, и перечисляются материалы, которые местный правитель доставлял для строительства храма. Там было все, начиная от золота, серебра, меди до диорита, сердолика и кедра. Да что говорить, первую печь для обжига кирпича тоже построили в Шумере. Там же изобрели технологию для выплавки металлов из руды, например меди. Для этого руда нагревалась до температуры свыше 800 градусов в закрытой печи с малой подачей кислорода. Этот процесс, именуемый плавкой, проводился тогда, когда был исчерпан запас натуральной самородной меди. Удивительно, но эти новаторские технологии были освоены шумерами несколько столетий спустя после возникновения цивилизации. И вообще, шумеры произвели все свои открытия и изобретения в течение очень короткого времени, 150 лет. Другие цивилизации за этот промежуток времени только-только становятся на ноги, делают первые шаги. А шумеры, словно безостановочный конвейер, поставили миру образчики изобретательской мысли и гениальных открытий. Глядя на все это, невольно возникает множество вопросов, первый из которых, что же это за чудесный мифический народ, который явился неизвестно откуда, подарил массу полезных вещей от колеса до двухпалатного парламента и ушел в неизвестность, не оставив после себя практически никаких следов. Судя по списку достижений, шумеры были родоначальниками цивилизации, с которой история начинала свой отчет. А раз так, то имеет смысл приглядеться к ним повнимательней, чтобы понять, как это стало возможным, откуда этот загадочный этнос черпал материал для вдохновения. Версий о том, откуда пришли шумеры и где находится их родина, существует немало. Однако окончательно эта тайна не разрешена. Начнем с того, что даже наименование шумеры появилось недавно. Сами они называли себя черноголовыми. Почему? Тоже не ясно. Однако то, что их родина не междуречие, совершенно очевидно. Их внешний вид, язык, культура были совершенно чужды племенам, жившим в те времена в Месопотамии. Более того, шумерский язык не родственен ни одному из сохранившихся до наших дней языков. Большинство ученых-историков склоняются к тому, что первоначальным местом обитания шумеров была некая гористая местность в Азии. Не даром слово «страна» или «гора» на шумерском языке пишутся одинаково. А принимаем во внимание их умение строить корабли и быть на «ты» с водой, они жили или на берегу моря, или рядом с ним. Шумеры и в междуречии пришли по воде. Вначале они появились в дельте Тигра, а уже потом стали осваивать болотистые, непригодные для жизни берега. Осушив их, шумеры возвели разнообразные здания, причем на искусственных насыпях или на террасах, сложенных из сырцевого кирпича. Подобный метод постройки, скорее всего, не свойственен равнинным жителям. Исходя из этого, ученые предполагали, что их родина – остров Дельмун, нынешнее название Бахрейн. Этот остров расположен в Персидском заливе. Упоминается в шумерском эпосе о Гильгамеше. Шумеры называли Дельмун своей родиной, их корабли посещали остров, однако современные исследователи считают, что нет никаких серьезных доказательств того, что Дельмун был колыбелью древнего шумера. Существует версия и о том, что родиной шумеров была Индия, Закавказье и даже Западная Африка. Но тогда непонятно, почему на пресловутой шумерской родине на тот момент никакого особенного прогресса не наблюдалось, а в Междуречье, куда приплыли беглецы, случился неожиданный взлет. Да и какие суда, допустим, были в том же Закавказье или в Древней Индии? Существует версия о том, что шумеры – это потомки коренного населения затонувшей Атлантиды – Атлантов. Сторонники подобной версии утверждают, что этот остров-государство погиб в результате извержения вулкана и гигантских цунами, накрывших даже континент. Невзирая на всю спорность подобной версии, она хотя бы объясняет тайну возникновения шумеров. Если предположить, что извержение вулкана на острове Санторин, расположенном в Средиземном море, погубило цивилизацию Атлантов в самом ее расцвете, почему бы не допустить, что часть населения спаслась и впоследствии осела Междуречье? А ведь Атланты, если считать, что именно они населяли Санторин, имели высокоразвитую цивилизацию, которая славилась прекрасными мореходами, зодчими, врачами, знающими, как строить государство и управлять им. Самый надежный способ установить родственную связь между теми или иными народами, это сравнить их языки. Связь может быть близкой, тогда считается, что языки относятся к одной языковой группе. В этом смысле у всех народов, в том числе и давно исчезнувших, есть языковые родственники среди народов, живущих. Тогда считается, что языки относятся к одной языковой группе. В этом смысле у всех народов, в том числе и давно исчезнувших, есть языковые родственники среди народов, живущих по сей день. Но шумеры – единственный народ, не имеющий языковой родни. Они уникальны и неповторимы и в этом. Да и расшифровка их языка и письменности сопровождалась рядом обстоятельств, которые иначе, как подозрительными, не назовешь. Самым важным пунктом в длинной цепи обстоятельств, приведших к открытию древнего шумера, было то, что его нашли не благодаря любознательности археологов, а в кабинетах ученых. Увы, право обнаружения самой древней цивилизации принадлежит лингвистам. Пытаясь постичь тайные, клинообразные письма, они, как сыщики в детективном романе, вышли на след неизвестного доселе народа. Но в начале это было не более чем догадкой, пока в середине XIX века поиском не занялась сотрудники британского и французского консульств. Как известно, большинство сотрудников консульств – профессиональные разведчики. В начале это был офицер британской армии майор Генри Ройлинсон. В 1837-1844 годах этот любознательный военный дешифровщик персидской клинописи срисовал бехистунскую надпись, трехъездничную надпись на скале между Керманшахом и Хуманданом в Иране. Эту надпись, сделанную на древнеперсидском, эламском и вавилонском языках, майор расшифровал в течение 9 лет. Кстати, подобная же надпись была на розетском камне в Египте, который нашли под руководством барона Динона, тоже дипломата и разведчика. В свое время, выставленного за шпионаж из России, уже тогда у отдельных ученых возникло подозрение, что перевод с древнеперсидского языка подозрителен и похож на язык посольских шифровальщиков. Но Роулинсон тут же представил ученым глиняные словари, изготовленные древними персами. Они-то и подтолкнули ученых к поискам древней цивилизации, существовавшей в этих местах. Включился в этот поиск и Эрнест де Сержак, еще один дипломат, на этот раз французский. В 1877 году он нашел статуэтку, сделанную в неизвестном стиле. Сержак организовал раскопки в той местности и, что вы думаете, достал из-под земли целую груду невиданной красоты артефактов. Так, в один прекрасный день нашлось следы народа, давшего миру первую в истории письменность и вавилонянам, и ассирийцам, и более поздним крупным городам-государствам Малой Азии и Ближнего Востока. Удивительная везучесть сопутствовала и бывшему лондонскому граверу Джорджу Смиту, расшифровавшему выдающийся шумерский эпос о Гильгамеше. В 1872 году он работал ассистентом египетско-ассирийского отделения Британского музея. Во время дешифровки части текста, записанного на глиняных табличках, в Лондон их прислал Армуз Рассам, приятель Роульсона и тоже разведчик. Смит обнаружил, что на ряде табличек описываются подвиги героя по имени Гильгамеш. Он понял, что части рассказа не хватает, поскольку нескольких табличек отсутствует. Находка Смита вызвала сенсацию. Газета Daily Telegraph даже пообещала тысяча фунтов тому, кто найдет отсутствующие фрагменты сказания. Джордж воспользовался этим и отправился в Месопотамию. И что вы думаете? Его экспедиции удалось найти 384 таблички, среди которых оказались и недостающая часть эпоса. Перевернувшего наше представление о древнем мире. Все эти странности и случайности, сопутствующие большому открытию, привели к тому, что в мире появилось немало сторонников конспирологической версии, которая гласит, древнего шумера никогда не было. Все это дело рук бригады аферистов. Но зачем им это было нужно? Ответ прост. В середине 19 века европейцы решили прочно обосноваться на Ближнем Востоке и в Малой Азии, где явственно пахло большой выгодой. Но для того, чтобы присутствие выглядело законным, требовалась теория, оправдывавшая их появление. И тогда появился миф об индоарийцах, белокожих предках европейцев, которые жили здесь испокон веков, до прихода семитов, арабов и прочих нечистых. Так возникла идея о древнем шумере великой цивилизации, которая существовала между речи и подарила человечеству величайшее открытие. Но как тогда быть с глиняными табличками, клинописью, золотыми украшениями и прочими материалами, доказательствами реальности шумеров? Все это было собрано из самых разных источников, утверждают конспирологи. Недаром неоднородность культурного наследия шумеров объясняют тем, что у них каждый город был отдельным государством. Ур-Лагаш-Ниневия. Впрочем, серьезные ученые на эти возражения не обращают внимания. Тем более, что это допростит нас, древний шумер, не более, чем версия, на которую можно попросту махнуть рукой. Вот такая вот точка зрения Игоря Родионова на данный вопрос. Не забудьте подписаться и оставить ваши комментарии. Игорь Родионова на данный вопрос.